Я надеялся, что моей соседкой по столу окажутся дама, которая поможет мне забыть Заза. Однако судьба подарила мне дружелюбного господина, который сразу поднял на меня свои звездные глаза. Закуску, Мсье? Охотно. И бутылку Эли, пожалуйста. Хорошо, Мсье. Весьма разумно заказывать крепкое пиво на ужин. Оно успокаивает и помогает уснуть. Едете в Лиссабон? Да, скажем так, я только в начале своего пути, и Лиссабон моя первая остановка. Когда-то это был богатейший город мира. Жаль, вам не удалось побывать там лет 500 назад. Он бы предстал перед вами, окутанный тонкими ароматами заморских пряностей. Ужасно интересно. Спасибо. Знаете, кого вы мне напоминаете? Прошу, скажите. Морскую лилию. Звучит более чем лестно. Потому что кажется вам названием цветка. Но это не цветок, а неподвижное животное с морских глубин. В молодости она сидит на дне, но затем отлепляется и отправляется искать приключения вдоль берега. Кстати, Ку-кук. Простите, что? Мое имя Ку-кук. Я директор Лиссабонского музея естественной истории. Профессор Ку-кук. Морская лилия. Пардон, Виноста. Маркиз Виноста? Люксембургской линии? Вы правы. Папа зовут Теодор, мама Катарина. Урожденная баронесса Плетенберг из Саксонии, если не ошибаюсь. Не удивляйтесь. Генеалогия, так же как и естественная история, это мое хобби. Могу ли я спросить, что вас привело в Париж? Да. Я приехал в тела музея. Целью поездки было приобретение лопатки Тапира, того самого, от которого произошли наши лошади. Это просто невероятно, герпрофессор. Мину произошла от Тапира? Мою лошадь зовут Мину. Именно, дорогой. Ваша Мину – потомок Тапира, жившего на земле в эпоху Эоцена. Эоцена. Я обещаю запомнить это слово, герпрофессор. И давно был этот Эоцен? Недавно. Всего каких-то несколько сотен тысяч лет назад. Бутылку воды, пожалуйста. Жизнь, конечно, имеет долгий срок. Но время обитаемости звезды ограничено. А звезда не всегда порождала жизнь. И не всегда будет порождать. Жизнь – это просто эпизод. И в масштабе вечности весьма кратковременный. Это меня привязывает к ней еще больше. Знаете, есть такая песенка. «Радуйся жизни, пока светит лампада». А она светит уже достаточно долго. По самым скромным подсчетам – 550 миллионов лет. Сколько вам лет, Маркиз? 22. Моя дочерь – 18. Прелестный ребенок. Ее зовут Зузу. Не Заза? Нет, Зузу. От Сюзанны. А мою жену зовут Мария Пье. За ваших дам, Герпрофессор. Ну что я могу сказать о динозаврах? Пожалуй, вот что. Этим парням требовалось уж очень много места. А это было уже неприлично. Такое чудище высотой с колонный зал и длинный как железнодорожный состав имело склонность к вертикальной ходьбе. Да уж, на Гермеса эти господа вряд ли были похожи. Почему вы вспомнили о Гермесе? Когда я получал образование в Замке, мифологии уделялось немало внимания. Это было хобби моего учителя. Некого гупфле. Значит, у него было мало задатков для изучения естественной истории. У этого вашего учителя. Вот он вам, например, рассказывал, что руки и ноги человека практически не изменились. Нет. И у вас остались те же руки, что и у первых животных, вылезших на сушу. Это уже не первое поразительное утверждение, которое я вас слышу. Но, наверное, самое захватывающее. Скажем, возьмем прелестную женскую ручку, которая, если повезет, объевает... Ну, допустим, ку-ку-ка. Пардон, я не должен был зло употреблять. Прелестная женская ручка, мой дорогой, ничем не отличается от снабженного когтем крыла древней птицы. Или рыбьевых грудного плавника. Теперь я всегда буду об этом думать. Конечно, думайте. Но ведь человек, как мы слышим, постоянно произошел от обезьян. Но не надо слишком рассчитывать на наш сходство с высшими обезьянами. В голубых глазах свиньи и ее розовой кожи имеющих человеческих, чем в шимпанзе. А иные люди в голом виде прямо вылиты из свиньи. Месье, мы закрываемся. Что ж, напоследок хочу сказать, что надеюсь увидеть вас при сабоне. Моя жена и дочь тоже будут очень рады. С нетерпением жду знакомства с ними. Но, дорогой маркиз, пусть вам приснится Эо Цен с его простейшими и прелестные женские ручки с доисторическими когтями. Спокойной ночи. Спокойной ночи, гир профессор. Деньги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok